Ктена имбриката Ктена имбриката была ранним иглокожим, которое выглядело очень похоже на трилобита. Жила в Кембрии, известна только по двум образцам, которые были найдены в Испании. Была описана исследователями из Музея естественной истории Лондона и Университета Бирмингема в 2012 году. Ктена имбриката имела каплевидную форму тела с большим количеством плоских треугольных придатков, служивших для питания и расположенных передней части тела. Как и современные морские детритафаги, возможно, она использовала эти выросты, чтобы процеживать песок, рассортировать пищу из песка и выплевывать излишки. Вероятно, она могла бы съесть небольшого морского червя, если бы ей довелось его поймать. Так делают, например, современные глубоководные морские огурцы. Ктена имбриката была длиной всего 20 мм и она нуждалась в защите. Для защиты ей служили шипы, расположенные по всему ее телу. Внешним видом эти шипы похожи на шипы современных морских ежей. Ктена имбриката, вероятно, была также медленным, как и современные иглокожие животным, и использовала амбулакральные ножки, чтобы передвигаться. У ктена имбриката были сотни, а может быть даже тысячи этих ножек, которые представляли собой крошечные прозрачные клейкие палочки, часто с присоской на конце, используемые для перемещения и питания. Так, с помощью совместной работы множества амбулакральных ножек, современная морская звезда может раскрывать раковину двустворчатого моллюска. В современной иглокожи, такие как морские звезды, морские и жиморские лилии, характеризуются пятилучевой радиальной симметрией взрослых организмов. Однако, начинают они свою жизнь в виде личинок с двусторонней симметрией. Этой донаходке ктена имбрикаты позволяло говорить о том, что их лучевая симметрия вторичная, и они эволюционировали от двусторонне симметричных предков. Открытие ктена имбриката является очень важным, поскольку она представляет собой самая древняя ископаемая иглокожая, окаменелость которого была отсканирована и реконструирована, и ученые обнаружили, что животное имеет двустороннюю симметрию тела, в отличие от других иглокожих, обладающих радиальной симметрией. Это все добавляет доказательств к гипотезу, что иглокожие и хордовые могут быть связаны между собой. Если вам понравилось данное видео и вы обожаете вымерших животных, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канал, ссылка будет в описании, и увидимся с вами в новых видео.